Амамээт Вали Вечная борьба добра со злом и заканчивая Шварценеггером, который пинает демонов... Наверное, неважно. В общем, я не смогу рассказать вам про все-все-все фильмы, входящие в данной отрасли, поскольку не снимал на эту тему только самый ленивый. Поэтому я расскажу вам про прошлый год. В прошлом году вышло аж 7 фильмов про экзорцизм и 9 про вселение в тело без последующего изгнания. Так что прошлый год остался за злом. Король мрака и зла! ВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Ты еще не смотрел? Что же ты тут делаешь? Бросай все и беги, ибо это невосполнимая потеря пропустить такое зрелище. Самый главный фильм без модного макьюментари, причиняющего мне неимоверные страдания в корроле. И снят в духе олдскула, с атмосферой олдскула и саундом олдскула. Даже для любителей городов с вечным дождем и купов, зализывающих раны в барах, а также несвятых приступ, найдется что посмотреть. Люби фильм! Многое в ленте завязано на треках от Дорс. Под наркотой. Или круто тащится с Дорс. Люби песню! Юмор, картинка, радующая глаз и атмосфера, поглощающая тебя более чем полностью. Что же еще нужно? Обязательны к просмотру. Поговорим об остальном, что изгоняли зрители в прошлом году. Одержимость Майкла Гинга. Почему ты не спишь? Мне приснился страшный зон. А что тебе приснилось? Монстр. Это был ты, папа. Это хороший пример использования тематики для того, чтобы донести до публики более важный месседж. И в принципе, я бы хотела еще раз поговорить об этом фильме, но это было бы не совсем честно с моей стороны, поскольку это был мой самый-самый-самый первый обзор, правда, в формате поставка. Так что, если кому-то интересны мои мысли на этот счет, прошу пройти по ссылке. Плохая идея. Не знаю, повезло ли кому-нибудь из вас так, как повезло мне, поскольку я ходила на эту пытку в кино. Я кое-как высидела сеанс и не нахожу в себе сил повторно посмотреть этот фильм. Он скучный, предсказуемый, весь хоррор которого основывается на музыке из астрала. И в общем, все, 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 кто ждал чего-нибудь хорошего от продолжения заклятия, господа, я говорю серьезно, расходимся. Здесь нет ничего интересного. И если есть те из вас, кому не так сложно потратить полтора часа своей бесценной жизни, то, пожалуйста, смотрите, я не смогу вас отговорить. Но если вы избежите просмотра этого фильма, то вы ничего не потеряете. В данном жанре у нас есть еще Киприанова молитва. Она об отлученном от церкви православном священнике, который сгоняет зло в ЧБ. О котором я тоже не смогу сказать слишком много, поскольку пришлось потратить некоторое время, чтобы выяснить. В прошлом году его показывали на фестивалях, и до проката он пока не добрался. Таким образом, у нас осталось три фильма, которые мы и будем смотреть в ближайшее время. Да начнется месяц ужаса мрака и экзорцизма моей лени. У нас страшная депрессия, и признаюсь, нам это начинает нравиться. Настройство.